Всем привет, ребята, и хорошего вам настроения, а мы продолжаем с вами проходить Боуф Мастерс. Как я вам уже и говорил, наша цель открыть всех персонажей, которые, естественно, здесь открываются просто так, не за донат. Ну что же, давайте посмотрим, что нам дадут. Ну, конечно же, тысячу золотых. И сегодня, кстати, я хочу вам сказать одно. Сегодня мы будем проходить турнир. Но не просто турнир, а легендарный турнир, ребята, легендарный. Так что, я думаю, будет весело. Ну что же, приступим. Но для начала нам надо выбрать персонажа. Конечно, хотелось бы и Файерменом пройти, но я не буду, потому что в прошлой серии мы за него уже играли. Выберем, наверное, довольно-таки специфического персонажа для себя. Единственное, что нам осталось, ребята, это определиться какого. Так, ну что же, давайте. Ну, этого я не хочу брать. Этот у нас, это все у нас еще пока закрыто. Закрыто, даже покупать его не хочу пока. Так, этот вообще непонятно какой-то странный. Маэстро. Так, Мимик. Бейсболист. Марио. Какой-то очкарик непонятный. Пришелец. Хиппи. Качок. Медуза. Так, кстати, давайте вот этого, наверное, купим себе на всякий случай на подклад. И у нас еще остается шесть с половиной тысяч. Я думаю, что надо еще кого-нибудь купить. О, это, ребята, уже слишком дорогие пошли вещи у нас. Так, давайте, наверное, старого рыбака возьмем, да? Да, я думаю, будет неплохо. В дальнейшем, думаю, он нам очень даже пригодится. Ну что же, ребятушки, давайте, наверное, выберем вот этого доктора. Он, наверное, пуляет с каким-то там ядом или что-то. Что-то у него должно быть. По-моему, очень даже неплохое оружие. Я не помню, честно говоря, что. Доктор Сик. Доктор Сик. И против нас Робин Гуд, якобы. Ну что ж, давай, Робин. Я готов. О, елки ты, палки. Вот это я выбрал. Это ж тот самый доктор, который просто пуляется шприцом. Блин, вот это я выбрал персонажа, а? Ядрить его, макарить. Да. Ну что же, делать нечего, придется играть им. Я как-то люблю такое, знаете, более массовое оружие. Елки-палки, второй раз над головой пролетает. Вон эти стрелы. Ну давай, давай, мой доктор. Опа, вот ты молодец. Сик, Сик. Ты все сделал правильно, как всегда. Ну, елки-палки. Мимо нас летят только вражеские стрелы. Не будем поддаваться. Ой-ой-ой-ой, немножко переборщил. Надо взять чуть-чуть пониже. Так, хорош, Робин, успокойся уже. Ты же прекрасно знаешь, что все. Твоя песенка спета. Шервудский лес отдохнет от тебя. Вот так вот. Ну что, осталось только сделать финишинг. Точнее, файталити. Ну, я надеюсь, я не промахнусь. Давай-давай-давай. Опа, бинго. Что ты у нас делаешь? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-она. Видели, да? Нахлобучился, нахлобучился и взорвался. Отлетели только глазки и головной мозг. И мы на коне прыгаем. Так, получаем достойную награду. И переходим к следующей битве. И кто у нас здесь? Ага, вампиреныш Влад. Рад тебя видеть, дружище. Ну, по-моему, пора тебе обратно в преисподнюю отправляться. Потому что выходит доктор Сик со своим... Ой-ой-ой, немножко не попал. Но зато примерно я уже знаю, куда биться. Так, ты хорош, хорош. Владушка, ну что ж ты делаешь, а? Ну как же ты? Я ж хирург со стажем, а ты в меня вот так вот на тебе получил. Так, что он собирается тут делать? И колышек, да как так? Прям в голову, а? Нет. Слушай, Сик, давай-ка мы немножко вот так подкорректируем. И бомбанем. Есть. Жаль, конечно, что не добили. Но у нас это еще все впереди. Если, конечно, он не попадет своим колом. Ху. Чуть-чуть не задел. Ладно, пора помирать тебе. На-ка выкуси. Что? Что такое? Как так? Ты... А, не, все нормально. Я думал, выжил, гаденыш. Но не тут-то было. А от доктора Сика еще никто не уходил. Да и дрить твой не налево. Ну как же так? Ну хотел же добить. Пожадничал. Я пожадничал. Что тут говорить? Но, тем не менее, мы проходим этот бой. И получаем с вами достойную награду. И следующий у нас кто? Так, это, по-моему, как его звать-то? Анимоус. Да, точно. Анонимы, короче. Которые сидят и хакерят. В общем, это они. Так, давайте на скидочку. Ох ты! Прям в голову. Ребята, вот это да. Первый выстрел. И прям в голову. Хорош, чтобы своими знаками бросаться в меня. Успокойся. Давайте, ребятушки. Еще разочек. Приблизительно так. Ну-ка. Есть! Бинго! Что? Фальталити? Ну-ка. Да, ребята. Да, как ни странно. Но пора ему откопытиться. Вот так. И будем стрелять, как стреляли до этого. На-ка. Надувайся. Бум! И все. Только глазки, где... Ага, вот. И мозг. Отлично. Жалко, конечно, что у нашего оружия нету какого-нибудь супердобивания. А так бы хотелось посмотреть. И следующий враг у нас. Да не может быть. Бабуля-кошачница. А ее звать Барбара. Какое хорошее имя для такой злой бабки. Ну ладно. Мы ее немножечко проучим. Она как раз старенькая. Ей надо сделать уколчик. И я это с удовольствием сделаю. Надеюсь, я успею ее утихомирить. Фух. Прям чуть-чуть над головой пролетело. Нам повезло, ребята. Ну я-то теперь не должен промахнуться. Оттяк. Как тебе, бабуля? Это тебе был уколчик в колено. Чтоб ножки твои не болели при ходьбе. Хе-хе. Бедные кошечки. А как же мне их жалко. Ну да ничего. Сейчас мы ее утихомирим. Опа. Отличненько. Только бы лишь бы ты промахнулась. У тебя же все-таки очки там на минус 9 или на минус 20 даже. Я не знаю. А у меня, в принципе, у меня тоже очки. Ну я как бы... О-о-о. О-о-о. Ребята, вы видели, что я сейчас делал? Просто, просто одним уколом в глаз я ее вывел из строя. Ну что ж, пора усыплять бабульку. Она издевается над кошечками. Я не могу этого позволить. Вот так вот. Я же все-таки еще по совместительству ветеринар. Так что, Барбара, извини. Ну а мы тем временем переходим к следующей битве. И кто нас там будет поджидать? Мне очень интересно. Да неужели... Спартанец? Леонидос. Ага. Спартанец Леонидос. Отлично. Оп-оп. Как он себя продемонстрировал. А теперь смотри, что я могу. Леонид. Агутин. Вот смотри. Опа. Ёлки-палки. А хотел мизинчик сделать ему небольшой укол. Не получилось. Промахнись. Ну естественно, он промахивается. Это, ребята, не забываем. Легендарный турнир. Легендарный. Тут все будет вот так. Не все так просто. Ну пока я на коне. Я веду. И ни одного поражения пока не было. Хо. Ребята. Правильно, Сид. Ты хорошо, что передохнул. Давай вот так вот. Ну-ка. Отлично. Я бы сказал даже бинго. Но пока еще рано радоваться, потому что еще все впереди. Да. Мне только одно обидно, что у меня просто какой-то шприц летит. Даже нету эффекта взрыва или еще там чего-нибудь. А так хочется. Так хочется бомкнуть, чтобы разлетелись ручки и ножки в разные стороны. Тихо, 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 Леня. Ты успокойся. Я сейчас тебя немножечко, немножечко вот так вот уколчик сделаю. Ну-ка. Вот. Отдохни немножко. Как так? Так, а не, все нормально, все нормально. Я думал, не попал. Ну, как же так? У меня же все-таки очки со снайперским прицелом. Так что все пучком. На-ка, выкуси. Давай, давай, давай. Вот так вот. Отдохни, братиша. Все. Прахом тебе, как говорится, мир пускай будет. Ну, а мы с вами переходим в следующий бой. И у нас здесь кто? Неужели бейсболист? Десятый номер. Ёлки-палки. Майк. Здорово, Майк. Как себя чувствуешь? Нормально? Ну, я смотрю, ты просто в полной физической подготовке. На-ка тебе немножко допинга. Вот так. Отлично. Ребят, ну вы посмотрите. Я просто наблатыкался в этой игре. Я теперь просто снайпер. Я попадаю без... Тихо, тихо, тихо. Ну, что ж ты делаешь, а? Ну, как ты так можешь, а? Своего лечащего доктора каким-то огненным мечом. На-ка, выкуси. Вот, это другой разговор. Че ты там ножку-то задрал? Отпусти свои ножки. Они тебе уже скоро не понадобятся. Тогда промахнись ты. Ё-а, есть. Хорошо. Вот, все-таки послушался, да? Все-таки он сделал крученый огненный свой мяч, но промазал. И он меня немножко нервирует. Вот, это тебе допинг для ног. Ты же задирал там ножки, я помню. Вот, теперь отдохни маленько. Тихо, тихо, тихо. Сиг. Ты смотри, че он творит, а? Он нам поджарил лицо. Это не катит. Хорошо, что ты еще и пластиковый хирург. Поэтому можешь себе потом все это исправить. А нам осталось только добить этого гаденыша. Он не слушался нас. Не, не, никак не следовал нашим этим предписаниям. Поэтому получи. Вот так вот. Вот так-то будет лучше. Всем. И доктору спокойней. Ладно, ребятушки. Поздравляю нас. И мы переходим к следующей битве. И кто? Кстати, вроде легендарный турнир. А что такие враги-то? Оу, это наш старый японец Фэй Ли. Насколько вы помните, он стреляет из лука своей петардой. Которая имеет свойство взрываться. Надо его ликвидировать как можно быстрее. Так, Ли, успокойся, пожалуйста. Успокойся. О, хорошо, что ты промазал. А так бы было мне очень неприятно. Ну-ка, на-ка выкуси. Прям в коленочку. Это чтобы у тебя ножки не болели. И ты мог убежать от меня на худой конец. Хе-хе. Промахивается в очередной раз. Ну-ка, подкорректируем. Огонь. На-ка тебе еще в коленочку. Хе-хе-хе. Ребят, мне главное, чтобы он не скатился туда вниз. Это будет очень плохо для меня. О, молодец. Ты молодец, что устраиваешь салют всем на показуху. Мне это только льстит и радует. А я теперь вот так. Вот чего я, ребята, и боялся. Конечно, это хорошо, что я попал. Но, с другой стороны, очень плохо, что он упал в эту низинку. Взорвись ты, а? Нет. Не взорвал онся об себя. Обидно. Ну что же. Теперь придется немножко менять нам стратегию. Ну-ка, ся. Ах ты, немножко перелетели. Значит, возьмем чуть-чуть поближе. Да промахнись ты. Как же он меня радует, что он запускает свой салют прямо перед моим лицом. А не в моей голове. А ну-ка, ся. Вот. Бинго, ребятушки. Бинго. Смотрите, да, у него лицо позеленело. Должно было покраснеть от стыда. Но он решил позеленеть. Видимо, это такой сорт китайца. На-ка. Вот так вот, прям в шапочку тебе. Отлично. Только один скелетик и глазки. Фух. Ребята, легендарная лига. Но что-то соперники какие-то больно ватные. Не знаю почему. Есть у меня одно предположение, что они пока нам поддаются. Все-таки это девятый был бой. Вот восьмой. Это у нас кто? Рэдиш. Рэдиш. Это, скорее всего, Дэдпулом бы я его назвал. Но пускай он называется Рэдишем. Не хочет он быть анонимом. Поэтому получай пилюлю. Что, что, что? Кулачками-то размахался. Тихо, тихонько. Убери свою мачету от меня подальше. Нет. Ядрит макарит. Хорошо, что он попал по мне только лишь рукояточкой. А я ему... Вот тебе, братиша. Это тебе анестезик. Он тебе, кстати, очень нужен для восстановления... Оу. Для восстановления твоего организма. Чтобы он тебе быстрее восстанавливался после моих порезов. На-ка. Так, нежелательно, конечно, чтобы он опять упал в эту низинку. Но нам делать нечего. Так, отлично. Да вы посмотрите. Мне просто фартит, ребята. Просто фартит. И этим я должен воспользоваться в полной мере. Неужели финишим? Так оно и есть. Ух. Вот это классно. Ну-ка, давай, косик. Давай вот так вот. Блин, наверное... Да, я так и думал. Чуть-чуть, чуть-чуть надо было пониже. Но, как всегда, моя жадность и самоуверенность меня подвела. Ладно, главное, что прошли. Переходим с вами в следующий бой. И кто тут у нас? Ух ты, какая ты злая. Седьмой номер. Бетти. Ну, давай глянем, Бетти. Из чего ты состоишь? Ух, какие там у тебя Бетти торчат. Ну, да ладно. Паучика, укольчик. Это тебе ботокс. Ммм... Как же так? Так, ох, да ты любитель арбузов. А какой пузень-то у тебя? Ядрит тебя, макарит. Нет, тогда тебе нужно сделать... Как она называется? Липосакцию. Да. Эй, для этого анестезик воткнем. И наш анестезик прямо попадает куда надо. Ну, вы сами видите, да? Ровно в те самые арбузики. Так, ну, этого ей мало. Вы посмотрите, какая у нее форма. Ей нужно несколько укольчиков, ребята. Несколько. Вот так вот, видите? Я бью прямо в точность. Грудь, животик. Теперь осталось чуть-чуть еще пониже. И будет полный фэншуй. Сейчас мы этим и займемся. Так, ну-кася. Ну, как вам, ребята? О чем я и говорю? У меня все как в аптеке. Все по расписанию. Главное, чтобы она не зарядила этим арбузом мне в лоб. Иначе будет очень плохо. Так, осталось только лишь усыпить эту девочку. Вот, теперь спи, малышка. А, нет, подождите. Она еще не хочет спать. Вот сейчас она уснет. И мы приступим к операции. Главное, не промазать. А я и не должен, потому что все будет пучком. На. Прям насквозь. Отлично. Все, увозите этого клиента. Давайте нового мне. Да, Сик, ты меня радуешь. Несмотря на то, что ты бьешь всего лишь одним шприцом. Но зато как ты бьешь. Как метко, как плавно летит игла. Ладно. И кто это у нас? Маэстро, да? Да, это наш родной трубач. Так, я уже забыл. Чем он там бросается-то, а? Так, ну, пока надо определиться, где он находится. А ну-ка. Так, надо взять чуть-чуть подальше. Ах ты, мелкий ты прыщ. Вот он. Вот он этот ядовитый дядька, который бросается кислотой. Но почему кислотой? Это же Маэстро. Он должен кидаться флейтой. Дудкой там, я не знаю, прибавуткой. Ну, никак не ядом, а, ребята. Ну, никак не ядом. За это я ему, видите, немножко повредил живот. Ах, да как так? Я еще и скатился. В хорошее он меня поставил положение. Даже очки мои слетели. Как же я теперь буду нацеливаться-то, а? Ну, давайте попробуем так. Это, как говорится, на вскидочку. Ага, все, ребятушки, я приблизительно, приблизительно понял, куда надо теперь попадать. Да ты... Фух, повезло, что он промазал. Я думал, сейчас в очередной раз влепит мне в голову. Но нам повезло. Так, давайте. Вот, наверное, где-то вот так вот возьмем. Хотя я не совсем уверен. Вот. Давайте вот так вот. Как говорится, даже дыхание затаил. Да какого лешего-то, а? Ну, что ж ты... Что ты сик творишь, а? Блин, пули летят над головой, а ты там у меня... А у тебя там все, коленочки дрожат. Ну, ладно. Давайте тогда немножечко подкорректируем. Вот так, я думаю. Да, 91 на 44. Главное не забыть эту координацию. Вот так вот, отлично. 91 на 44 было, да? Ну, все, немножко подкорректируем, и бинго будет у нас обеспеченная. Фух, все-таки кислота над головой летает. Так, давайте мы немножко, чуть-чуть, буквальненько подкорректируем, да? Так, 90. Там было 44, да? Мы сделаем... 44... 42, 41... Может быть, вот так вот. Давайте попробуем. Должны же попасть, ребята. Должны попасть. Есть! Мы попадаем. Ну, и будем придерживаться приблизительно этих координатов. Да промахнись ты, маэстро. Потом сыграешь еще... Да какого лешего? Неужели я погибну от рук этого маэстро, а? Нет, я не могу этого позволить. Так, подождите. Немножко перебор, надо немножко поменьше взять. Вот так вот. Вот, давайте. Ну? Да какого ж фикуса-то, ай, фикус. Да, ребята, видать, этот маэстро лечиться не хочет. Как повезло мне сейчас. А вы посмотрите. Лужа. Сзади лужа. И я стою на этой луже. Подозрительного цвета. Я надеюсь, это не мой сик там наделал, а? Будем надеяться, что нет. А теперь ему... Вот. В голову давай. Да, в голову. Теперь у нас получился перелет. Затянулся у нас с ней... Ух ты, елки ты палки. Ребята, хорошо, что у меня есть финансы, и я могу себе заказать пластику. И я немножко восстановил себе здоровье. Но это только один раз. Второго шанса у меня не будет. Так, там был перелет. Значит, надо делать небольшой недолет. Пускай лечит выше, но зато ближе. Да, факт, а? Подери, засранец ты я такой. Нет, 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 промахнись. Промахнулся, слава богу. Он промахнулся. Фух. Это дает нам дополнительный шанс на успех. Я уже даже не знаю, какие координаты взять, а? По-моему, опять сейчас будет перелет. Да, 39, 100 на 39 возьмем. Возьмем... Тихо. Отлично. Возьмем 100 на 37 или на 36 даже. Может быть, вот так вот. Есть! Вот, вот чего, ребята, и требовалось доказать. Это называется упрямый клиент. Я... Он не хотел меня послушать, поэтому, извините, мне придется его усыпить. Да. И отправить в соответствующие места. Пускай он там играет со своим ядом. Вот так. Пускай знает, кто такой доктор Сик. Это вам не хухры-мухры. Все-таки победа за нами. Ребята, я нас поздравляю. И мы переходим к следующему оппоненту. И кто нас там будет ждать? Видели, какой я титул получил? Айм про. То бишь, я профессионал. И здесь у нас... Та-ни-ч-метель... Та-ни-ч-метель? Та-ни-ч-метель? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, просто эльф. Уж больно какое-то трудно выговариваемое имя. Вот так вот. Так, это куда мы ему там? В глазик, да, попали? Ну, позеленел глазик. Ну, а что ж поделаешь-то? Это тебе... Ты же эльф. Ты же должен метко стрелять. На-ка еще тебе. Хе-хе-хе. В шею. А, все, братишка. Ты отстрелялся. Извини. Мягко тело и ты оказался. Не выстрел против моего допинга. Так, давайте его добьем. Хотелось бы, конечно, фаталь... Нет, 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 нет. Ну, как же так? Ну, ладно, хорошо. Прощай тебя на этот раз. Но больше такого не делать, ведь хорошо? Эпическая победа. Ну, ладно. И кто у нас там? Только не говорить. А, нет, такого я еще, ребята, не видел. Это кто у нас такой? Рон Этин. Рон Этин. Это, случайно, не какой-то там фокусник, а? Так, давайте-ка ему устроим тоже фокус. Называется фокус у Кали меня в глазок. Ну-ка. Нет, 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 нет. Не то. Не то все, конечно, получилось. А что у него за оружие? Вау, какая карта. Летит так хорошо. И опачки. Какого лешего? Ты мне испачкал чернилами голову. Хорошо. Давайте прицелимся. Мимо же будет, да? Да, надо будет еще чуть-чуть пониже взять. Успокойся, фокусник. Я твои фокусы уже эти видел. Мне уже... Да какого лешего? Он мне только очки повредил, а? Ну все. Он напросился. Давай, сик. Бинго! Ну как тебе? А, нормально, все. Выкусил? Фокус-то где твой? Ээээ. Хе-хе-хе-хе. Вот чего и требовалось заказать. Надо просто один меткий укол в голову, чтобы сбить ему прицел. И получи второй. Хе-хе-хе. Да я знаю, что хэдшот. Голова уже позеленела, кожи нет. И он все равно... Он все равно... Ребята, кстати, уже критическая ситуация, потому что... Шутки шутками, а житушек-то у меня очень мало. Ну-ка, вот так вот. Все. Все. Вот теперь я полностью в расслабоне. Даже если я сейчас не добью ему по фаталити, то все равно мы проходим к следующему оппоненту. Но этого не будет, потому что я его добиваю. Вот так красота. Сик. Молодчага. Не подвел, как всегда. И мы зарабатываем вообще в общей сложности 5 770 золотых. Плюс еще здесь небольшие бонусы. И 6 020. И следующий у нас кто? Опять какая-то злая девица. Кто такая? Пенни. Здравствуй, Пенни. А что ж такая злая? Ага, ты селфица, да? Ну что ж, придется тебе немножко сделать уколчик. Вот так вот. Хорошо. Ух ты, посмотри. Прям... Нет, ребята, я ошибся. Она не селфица. Она у нас тоже, как и бабка, какая-то живодерка. Она выкидывает собачек. На, котелья. Она бросает маленьких собачек в меня. И собачка еще, к тому же, пердит. Ну, она, видно, пердит от страха, потому что видит, куда ее отправили. Вот так. И, естественно, лучше, говорит, я сдану и отлечу куда-нибудь в сторону и там взорвусь, чем я буду вредить своему ветеринару. А нам остается только лишь добить ее. На-ка тебе, выкуси. Пока. Как ее там звали-то? Пенни. Пока, Пенни. Мы будем по тебе скучать. Было с тобой весело, но очень быстро ты погибла. И мы, ребятушки, переходим с вами к следующему оппоненту. И что-то я даже не заметил, как мы очень быстро продвинулись. А вот эта вот девица мне знакома. Кэсси Рич. Вот это... А, нет, это игроманка. У нее там новые фолловеры, да? Стримерша, значит, получается. Ну что ж, давай сделаем тебе уколчик от сна. Чтоб ты ночью напролет сидела и играла в игры. Джустик тебе твой не поможет. На-ка, выкуси моего укола. Вот это другой разговор. Ребят, главное, чтобы она опять у меня туда не упала, в эту низинку. А то будет очень плохо мне до нее... Тихо, тихо, смотри-ка, а. Сик, ты правильно вздыхаешь? Чуть-чуть не достала до нас она. Давай-ка вот так вот немножечко. Главное попасть в лобби. Ах, елки ты палки. Хорошо, что попали, но плохо, что упала она в эту... С этой горочки скатилась, так скажем. Теперь придется нам немножечко с тобой корректировать. И довольно-таки прилично. Ах, нет. Надо взять буквально на 1-2 градуса поменьше. Тихо, 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 тихонько. Да чтоб тебя, а. Все-таки зарядила мне в лоб своим джойстиком, который не мыло поди 10 лет. И руки, кстати, вместе с ним тоже. На-ка. Нет, нет. Ну как так? Ладно, сделаем еще на 1 градус поменьше. Хорошо. Так, главное, чтобы она... Вот так вот. Вот это вот, вот это я понимаю. Снайпер-шот. Естественно, снайпер-шот. Ха, как ей-то неудобно оттуда стрелять, а, ребята. Видели вы? Ну что ж, я очень-очень доволен. Накай. Добили? Добили. Ну, как, нет? Нет? Ёлки-ты-палки. Ты посмотри, она сопротивляется. Ну, правильно. Стримеры, они такие крепкие, ребята. Это не то, что там всякие эльфы и там и так далее и то подобное. И кошачница. Это ж стример. Его ничем не пробьешь и ничем не удивишь. Но доктор Сик знает ко всем подходам. Потому что он доктор. Понимаете? Они мало чему удивляются, но много чем удивляют. Поэтому, как видите, она отдыхает. А мы, ребятушки, с вами переходим к последнему, по-моему, если не ошибаюсь, бою, да? Сейчас посмотрим. Да, ребята, и почему-то опять нам достается тот же самый хипарь. Насколько вы помните, у него зловещие просто орудия. Это маленькая такая бомбочка музыкальная, которая бомбит не по-детски. И очень сильно. Ёлки-палки. Да, надо будет корректировать. Смотрите, что он сейчас будет... Кстати, это очень хорошо, что он даже немножко себя отодвинул от пригорка. Мне будет так проще попадать. Ну, по крайней мере, я уже приблизительно определился, куда надо бомбить. Тихо, тихо, тихо. Фух, опасная эта штука. Если он попадет в меня, вы увидите ионный эффект. И ионный разброс этой силы. На-ка. Замечательно, все. Я теперь взял на заметку именно эти координаты. Черт тебя подери, вот о чем я, ребята, и говорил. Но это только одна волна была. А если бы он меня в этой низинке зажал бы этой бомбой, ууу, мне было бы не сладко. Ну что же. Так, он упал в низинку. Это примерно 2-3 градуса меньше. Точнее, больше. Да, тихо. Мы идем с ним на равных. Я не должен упустить шанс, ребята, убить его. Подбить, усыпить. Там, я не знаю, что, взбодрить. Вот. Вот она. Вот она иголка в голову, которую он так долго ждал. Но, тем не менее, я надеюсь, это не сыворотка меткости. По-моему, так она и была. Ядрить его на корень. Так, он меня достаточно далеко сбил. Это надо приблизительно, наверное, еще градуса 2-3. Так. Отлично! Но не добил. Не добил я его. Мое единственное предложение, это станцевать танец с бубном, чтобы он не попал. И он не попадает. Хух, хорошо, что мои мысли воплощаются в игре. Так, давай. Давай, сик. Не подведи. Последний удар остался. Есть, ребята. Есть. Все. Я вас авансом. И меня, и вас поздравляю с прохождением легендарного турнира. Но, согласитесь, было довольно легко. Не знаю, почему легендарный. Мне показалось очень-очень легко. Да. Жаль, не добил, конечно, по финишему. Но, тем не менее, мы прошли. И я очень этому рад. Так, мы с вами получаем 7-230. Плюс еще денежка. Так, что тут еще? И дадите вы мне... Ага, грандмастера я даже получил. Замечательно. Дайте мне какого-нибудь персонажа. Пожалуйста. Вот. Вот. Плохая девочка. Бэтгерлс. Так, нет. Это я буду пропускать. Это мне не нужно. Покупать я у вас здесь, естественно, ничего не буду. Сундук нельзя открыть. Что у нас там? Все, ребята. Больше нет у нас турниров, да? Изи нормал и легендарный. Жаль, конечно. А так бы я еще с удовольствием повоевал бы. Но не будем с вами отчаяться. Вы не забыли, что у нас главная цель в этой игре? Открыть всех персонажей. А это значит, нам еще очень и очень много придется пострелять в наших врагов. Да, хотелось бы еще, конечно, чтобы онлайн ПВП открылась. И как можно скорее. Игра еще в разработке. Я надеюсь, они ее не забросили. Так. А у нас с вами 10.330. Значит, мы можем с вами что-то приобрести. Или кого-то. Кто у нас тут? Так. Этого я не хочу почему-то брать. Этот нельзя. Может быть очкарика? Ну, фиг его знает. Желательно бы какого-нибудь подороже взять. Ну, а на этом, ребята, я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся обязательно в следующем выпуске. Вот этого я приобрету. Он нам очень пригодится. У него хорошее оружие. Электрическая желейная рыба. Ну, а вам всем до свидания, ребята. Удачи, не болейте. И до скорых встреч. Всем пока, ребятушки. Всем пока.